Что такое скетч-маркеры? Чем они отличаются от обычных фломастеров и обычных маркеров? Какие у них есть особенности? И вообще, стоит ли их приобретать для детского творчества? Здравствуйте, меня зовут Елена Скулкина, я преподаватель изобразительных искусств для детей и автор проектов уроки творчества им. Василька. Сегодня отвечу на эти и другие вопросы. Обсуждать маркеры мы будем на примере вот этого набора. Это арт-маркер с фирмы Дели, 24 цвета. Я ими еще не рисовала, поэтому исследовать будем сразу на видео. Рисовала я самыми разными другими и дешевыми, там, от 20 рублей за штучку, и подороже, которые рублей так и так за 340 за штучку. Поэтому опыт есть. И, кстати, в видео расскажу, как выбрать самый первый набор, вот чтобы попробовать. Давайте начнем. Значит, что такое скетч-маркеры? Это инструмент, который обычно имеет два наконечника. Вот такой вот наконечник. Его называют пуля. И рисует он вот так. Похож на обычный фломастер. Еще бывает не такой наконечник у маркеров, а мягкий. Называется браш. Браш, он как кисточка. То есть, вот эта же штуковина, только подлиннее и мягкая. Ей можно делать такой мазочек от тонкой линии к широкой. Вот. Ну, я считаю, что для детей браш, он не актуален. Он больше будет мешать, чем помогать. Вторая сторона. Это у нас вот такой вот скошенный кончик. Называется долото. Дает вот такую линию. Но не только. Если рассмотреть, этот наконечник, он не обтекаемой формы, а вот такой рубленой. Если повернуть немножко по-другому, то линия появится вот такая. Чуть-чуть потолще. Те, кто занимается по моим урокам, довольно-таки часто от меня слышат, что у ребенка должны быть инструменты с разной толщиной линии. Если это обычный набор, то мы берем, например, один цвет синий, и это должна быть синяя гелевая ручка, синий фломастер, синий маркер. Тогда получается интересный, красивый рисунок. Здесь все эти три линии в одном инструменте. И здесь кроется сразу и плюс, и минус. Если мы будем говорить о детках до 8 лет, то это скорее минус. Потому что им трудно сообразить, какой кончик открывать, какой им сейчас нужен. Они будут вот так вертеть, сидеть, выбирать. И вот у этого производителя крышечки, смотрите, они одинаковые, куда они засунь, будет все хорошо. Но у некоторых производителей эти крышки разные. И причем нужно вот этот вот наконечник еще под определенным углом туда засунуть, чтобы он закрылся и не испортился наконечник. Это проблема на самом деле. И детки будут больше путаться, чем рисовать. Поэтому я считаю, скетч-маркеры, они больше все-таки подходят для детей старше 8 лет. А для малышей лучше иметь именно 3 разных инструмента. Так, с этим определились. Для детей от 8 лет. Что еще, в чем особенность, кроме разной толщины? Смотрите, если мы берем и закрашиваем вот таким образом, то мы имеем пятно ровного тона. В фломастерах и маркерах вы наверняка знаете, что если много раз рисовать по одному месту, то появляется такой эффект сеносоломы. Я его называю, когда слой на слой находится, и каждый последующий слой все время темнее. В итоге рисунок смотрится неопрятно, когда нужно закрашивать более-менее большие пространства. С скетч-маркерами получается участок поаккуратнее. И закрашивать можно большие кусочки. У скетч-маркеров большая, богатая палитра разных цветов и оттенков. Но меня радует даже не это, потому что если брать большую пачку фломастеров, их там тоже будет прилично. Меня радует наличие пастельных тонов. Сейчас объясню, что это такое. Смотрите, есть цвета вот такие. Они плотные, и вот этот вот цвет даже очень похож на обычный фломастер. А есть вот такие цвета. Смотрите, полупрозрачный цвет. Он легкий, он воздушный. Сейчас еще один покажу. Вот такой есть. И это дает возможность в художественном плане делать разные сложные штуки. Или вот так, если мы закрасим, посмотрим, как он будет плотно закрашиваться. Ну вот, если много-много пройтись слоями, то закрашивается плотно. На один раз не очень ровно закрашивается, по крайней мере, этот цвет. Так вот, имея в наличии вот такие вот легкие воздушные штуки, вы можете там и перспективу передавать. Что-то с такими легкими цветами вдали, что-то поярче на ближнем плане. Ну вот, например, можно создать эффект такого вот пара или дыма полупрозрачного, что с обычными фломастерами не получится. Еще сразу на этом примере покажу, что можно делать градиент. Можно передавать эффект объема. Это светлая сторона, это потемнее. То есть растяжка одного цвета от темного к светлому. Но для этого вам в наборе надо иметь по два тона одного и того же цвета. Сейчас на примере розового покажу. Вот у меня есть, смотрите, какие близкие по цвету, да, но один посветлее, другой потемнее. Так, какой из них светлее и темнее, нужно еще определить, потому что наконечники они не всегда и не везде передают. Вот, смотрите, больше оказался светлее. Хотя тут так же. Смотрите, мы сначала наносим светлый оттенок, потом сюда добавляем темный. А светлым это дело можно немножечко растянуть. Когда просохнет слой, мы можем еще пройтись темным или взять, например, третий маркер более темного оттенка, еще сюда наложить, и у вас получится плавный такой вот переход, градиент. Классный эффект, который, ну, грех не использовать. Но еще раз повторюсь, для того, чтобы ребенок мог это попробовать, исследовать, в наборе должны быть не просто синий и голубой, а два тона одного и того же цвета. И поэтому я обращаю ваше внимание на количество цветов в упаковке. Если вы берете 10 цветов, там 12 цветов, то смысл будет просто набора дорогих маркеров, потому что там будут скорее у вас зелененький, синенький, там какой-нибудь розовый, красный, а растяжку сделать не получится, не будет достаточно количества тонов. Вот в этом наборе здесь что есть? Здесь вот есть два розовых, два оранжевых, синий здесь один, растяжка не получится, но зато есть вот такой вот тон 76 голубой, мой любимый для неба, кстати. Ну вот, можно еще серым посмотреть. Фиолетовый тоже здесь один. И вот, например, серенький пошел и черный. И уже у вас, и у вас уже получается два тона. Можно какой-то эффект делать. Сейчас попробую с таким закрашиванием. Немножечко полосит все-таки. И получается глубже тон. Немножечко полосит. Так, что еще? Про количество цветов я вам сказала. От 24 вы берете первый набор, а дальше уже по возможности, по финансовым. Чем больше там будет разных оттенков, тем больше вот этот эффект ребенок может использовать. Теперь по технике работы с скетч-маркерами. Если вы наблюдаете за таким творчеством, то можете обратить внимание, что при работе с скетч-маркером обычно появляется какой-то вот черный ободочек, обводка. Это неспроста, потому что мы, когда рисуем что-либо, мы, допустим, делаем набросок карандашом, и если мы будем потом рисовать поверх карандаша маркером, то, ну, по крайней мере, вот как говорят, вот этот вот графит, он забивается в поры наконечника, и он выходит из строя раньше положенного времени. А детки, они же как рисуют? Они нарисовали, перетерли, еще нарисовали, то есть карандаша там остается очень много. Поэтому что делают художники? Сначала нарисовали контур карандашом, определились с композицией, потом берут линер и обводят карандашную линию, убираем. И вот у нас появился тот самый темный контур. И сразу вам покажу, чем отличаются дешевые маркеры от дорогих, и проверим, как работают вот эти фирмы Дели. Смотрите, когда у нас есть контур, то наша задача вписаться в этот контур. И вот мы закрашиваем. И вот эти вот маркеры, они себя достаточно хорошо ведут, они не расползаются. Если у вас будут какие-то маркеры не очень качественные, они просто могут вот так вот расползаться и вылазить за контур, тем самым портить работу. Вот эти меня радуют. Они держатся в той линии, в которой мне нужно. При том, что я рисую сейчас на обычной бумаге для печати светокопия. Про бумагу сейчас тоже расскажу. Я это к чему говорю? Если вы планируете приобрести набор скетч-маркеров для ребенка, то сразу планируйте и линеры. Хотя бы пару штук. У меня любимые это браш и 005. Вы можете взять, например, какой-то из самых толстых и из самых тонких. Они тоже бывают разной толщины, чтобы вот у ребенка был выбор, было разнообразие, где какой линии, что обводить. Бумага под скетч-маркеры есть специальная. Бывает матовая, бывает глянцевая. Она обычно дороже, но в чем ее особенность? Сейчас объясню. Смотрите, я вот здесь тоже чиркала. Перед тем, как начать, объясняет. И вот, что мы имеем. Смотрите, она пропиталась, но не отпечаталась на следующем листе. То есть бумага для скетч-маркеров, она пропитана с обратной стороны чем-то таким, чтобы маркер не портил следующие листики. Здесь мы что видим? Это обычная бумага, светокопия для печати. А здесь мы видим вот что. Мне на вот такой бумаге, честно, рисовать не понравилось. По крайней мере, на глянцевой. Я рисую на обычной бумаге, на бумаге для печати или даже на бумаге ватмановского качества. И вы можете то же самое делать. Единственное, нужно просто взять в привычку, чтобы под рабочий лист всегда подкладывать какой-нибудь черновик. Потому что есть такие маркеры, которые даже через ватман умудряются пропитаться и испачкать стол или следующий лист. И еще что про бумагу. Бумага впитывает в себя краску. Она втягивает. Если вы будете рисовать на толстой, рыхлой бумаге, там альбомы у вас какие-то или тот же ватман, то расход чернил будет гораздо больше, чтобы вы просто понимали. Лучше, ну как лучше, экономнее. Будет, если рисовать на тонких листах. И еще нужно учитывать, что на разных поверхностях, на разной бумаге маркеры могут выглядеть по-разному. Где-то, смотрите, они могут выглядеть потемнее, где-то поярче, где-то чуть больше расплываться. Это тоже возможно. От бумаги зависит очень много. И напоследок, вам, наверное, интересно, чем же отличаются дешевые маркеры от дорогих. Мне, по крайней мере, точно было интересно, когда я только этой темой затеялась. Я в ближайшем нашем магазине, в художественном, купила все цвета из дешевых. Это в районе 20-50 рублей за одну штучку. И по нескольку взяла разных фирм дорогих. И вот, что я выяснила. Во-первых, у тех, что подешевле, может быть не очень плотное закрашивание. Какие-то цвета плотно идут, какие-то не очень плотно идут. У дешевых совсем-совсем может выходить краска за контур. Даже она не выходит. А знаете, провел линию, а она еще миллиметра на три расползлась. Это может быть очень неприятно, если рисовать вот в такой технике. Если, например, вы просто будете рисовать мазочками, где-то слоями накладывать, то как бы ребенок и разницы не заметит. Вот. Что еще? А еще такой важный момент. Сейчас я вам покажу свою палитру. Это моя палитра. Кстати, вот здесь есть такая штучка. Я забыла вам сказать. Смотрите, здесь производитель сразу вам бумажечку такую вкладывает. И, пожалуйста, рисуйте. Все будет аккуратненько. Не так заляпано, как у меня. Будет аккуратненько у вас в надежном месте. Я же делала себе вот такую палитру. У меня здесь самые разные производители. И периодически я маркеры перебираю, какие высохли в утиль. И смотрю, что у меня есть. И вот посмотрите. Вот эти вот все цвета. Палитру я эту делала где-то летом. Они все выцвели. За вот полгода они все выцветают. Которые подороже, цвета остались теми же самыми. Отсюда я делаю вывод, что у дешевых пигмент, он, естественно, менее стойкий. И нам о чем это говорит? Если мы отправляем работы куда-то на конкурсы, на выставки, нужно это учитывать. Если рисуем дешевыми маркерами, пока этот конкурс пройдет, пока эта выставка пройдет, велик шанс, что работа потеряет свой внешний вид. Но если вы только попробовать хотите, если вы, например, просто рисуете и фотографируете для обработки в компьютере, как это делаю я, то, наверное, это тоже не будет так принципиально. Просто чтобы вы это учли, на всякий случай, чтобы не было каких-то казусов. Будут ли выцветать маркеры фирмы Дели и как быстро, я не знаю. Показываю вам на примере тех, что у меня уже были. Здесь, наверное, 5, если не больше разных фирм. Еще пару моментов расскажу. Маркеры лучше хранить в горизонтальном положении. Даже если вы приобрели такую чудную коробочку, то их все равно лучше вот так на полочке положить. Потому что чернила стекают в один из кончиков и второй кончик со временем просто может пересохнуть. Про выкраску. Кто-то их делает, кто-то не делает. Мне оказалось сделать удобнее, чем без нее работать. Во-первых, я ее вешаю перед глазами, когда работаю. И я вижу вообще, какие у меня цвета есть в наличии. Если какие-то пересохли, я сразу помечаю, надо их покупать или не надо. И обратите внимание, они у меня здесь не хаотичны. Там зелененькие, красненькие, синенькие. А я делаю именно по цвету выкраску. И от светлого к темному. Поэтому я могу во время работы понять уже колорит, который мне нужно. Прям выбрать те цвета, которые будут у меня в работе. И подобрать те цвета, которые близкие по цвету, чтобы сделать растяжку цветовую, о которой я говорила. Ну вот. Что касается маркеров Дели, то это неплохой бюджетный вариант маркеров. Вот 24 цвета коробочка стоит в районе 1000. Цвет яркий, сочный. В контуре они вписываются, не растекаются. Некоторые полосят, но заметите вы это или нет, зависит от той техники, в которой будете рисовать. Если интересно, ссылку скину в описании, посмотрите. На этом все. Надеюсь, мне удалось сэкономить вам пару часов поисков информации про этот материал. До встречи в следующем видео и, я надеюсь, на уроках.